Саймон? Саймон? Ну Саймон такой своенравный, как будто домашний кот. Да, Саймон? Это двор, где прошло мое детство. Знаете, раз уж мы доехали до памятника Екатерине, я решил зайти в свой двор. Двор своего детства. Екатерининская, 4. Раньше эта улица называлась Карла Маркса. Карла Маркса, 4. Ну и покажу вам свой двор и расскажу про него, свои воспоминания, то, как оно было, то, как я помню это все ребенком. Мы начнем с первого двора. Дело в том, что в этом дворе есть три, можно сказать, секции. И вот там он, да, я увеличиваю сейчас подъезд, так называемый, там Екатерининская улица, прям, ну, буквально 40 метров от памятника Екатерины. То есть самый-самый-самый центр. Вот так вот выглядят сейчас дома. Конечно, не ахти. Когда я был маленький, все выглядело немножко получше. Вот здесь вот жила капитанша или морячка. У нее был большой-большой попугай. Вот. И, насколько я помню, там, я не знаю, ее сын или кто привозил самые крутые тачки. Вот когда я был маленький, из Японии, первая машина, которая начали гонять, вот они привозили. И стояла вот здесь вот такая Toyota Crown золотого цвета, супер-салон. Ну, вы знаете, люди, которые разбираются в японских машинах, знают, что такое Toyota Crown. Даже в те времена она уже шла с холодильником, так, чтобы понимали, да, сравнивали со с классами современными. Машины были красные. Ой, машины были классные. Но потом, по-моему, они попали в ДТП. И все. Она здесь стояла под одеялом каким-то, под покрывалом. Я помню, мы пацанами облучивали с нее краску золотую, это красиво. Ну, для советского ребенка такая золотая краска, это уже было так необычно и ярко. Вот это вот, конечно, мангала здесь не было. И вообще, вот моя квартира была здесь. Квартира 15. 15-я квартира, все было абсолютно по-другому. Вот здесь вот ничего этого не было, дома этого не было, новостроя. Здесь был большой палисадник. Палисадник. И вот этого тоже не было, то есть, никого здесь, никаких ворот не существовало. Вход в коммунальную квартиру, где я жил, а это была коммунальная квартира. Здесь была вот одна семья жила, потом наша семья, и с другой стороны еще одна, три семьи жила. Вход был вот здесь вот. Здесь была дверь. Ее заделали. Квартиру выкупили, коммунальную. Сделали из нее одну квартиру, и вход сделали вот такой модный, там, где был палисадник. Видите ступеньку, да, с этой стороны и дверь? Вот точно такая же ступенька и дверь были с этой стороны. Но здесь была забавная ступенька, она была не каменная, вот как здесь, она была деревянная. То есть, она такая была, это был такой деревянный бокс на крючках металлических. Вот, и по этому деревянному боксу заходили сюда, в эту дверь. Потолок уже покрасили, он был, понятно, в этих спичках. Кто знает, тот поймет. Слюнявили спичку, вот так вот водили ей по известке. Потом поджигали и подбрасывали наверх, а она клеилась к потолку и горела. Это прямо был такой шик, вы себе не представляете. Здесь жила одна семья, а вот здесь вот жила вторая семья. Ну, как семья? Квартира с тремя семьями. И я вам уже рассказывал, что до распада Советского Союза вот здесь вот народ собирался все время вместе. Ну, или на нашей кухне большой, или на их кухне. И все играли в менеджер. Это монополия так раньше называлась, менеджером. Было очень прикольно, мне очень нравилось. Что еще вам сказать про полисадник? Полисадник был очень классный, он был весь заросший. Окна все у меня были заросшие плющом. И из этого окна я мог видеть Екатерининскую, потому что не было всех этих ворот, ничего не было. То есть я сидел на подоконнике и смотрел на Екатерининскую. С этой стороны тоже был полисадник большой, но он такой был в запустении все время. Тоже, видите, сделали такие вот ворота. По-модненькому все сделали под себя. Вот именно на этом месте я пообещал себе, что я никогда в жизни не буду пить. Я смотрел в небо. Ну и были у меня там соображения по этому поводу. Была неприятная ситуация. Я сказал, что никогда мои дети не будут чувствовать негатива, связанного с алкоголем. Пойдемте дальше. Кто были наши соседи по квартире? Ну, во-первых, здесь вот жил интересный дядька, дядя Игорь Зак. У него была фамилия Зак, он был еврей. И у него были все время такие красивые бабы, вы себе не представляете. То есть, он такой, где-то крутился, мутился. И была у него красивая девушка, молодая. Ну, сейчас я это понимаю, что она совсем была молодая. А тогда она была для меня тетя. А какая тетя? Я не знаю, 20 с чем-то лет этой тетя была. Тетя Элла я ее называл. Она была очень красивой. Очень красивой. И она всегда была очень модно одета по тем временам. Вот в таких вот вещах, которых не было ни у кого. С которых делали как раз вот копии на Арнаутской. С таких вот оригинальных вещей. Вот она в таких вещах выходила из дома и все. И хавайся. Она была стоматологом. Помните? И даже одна женщина, зубной техник. Вот она была зубным техником. И этот зубной техник, я помню, мы пошли с ней лечить зубы. Я разбил зубы, по-моему, тогда голову ребенку второму. Мы были детьми, ловили мыльные пузыри. Ртом бегали. И я как оставил часть своих зубов в черепе у другого пацана. Если это тогда было. По-моему, тогда, да. И она мне помогала с тем, чтобы исправить эту проблему с зубами. И я помню, это было очень эпично. Когда мы с ней вышли. То есть я же никогда не гулял, не ходил нигде. И тут пришлось. И мы пока с ней прошли один квартал, остановилось машин десять. Я вообще нисколько вас не обманываю. Десять машин. Все сигналили. Все высовывались из окон. Или из окон. Короче, они высовывались откуда только могли. Эти мужики. Я такого не видел раньше в своей жизни. Вы себе можете представить, как вообще это было. Все хотели подвезти, но все хотели нам помочь. Она была действительно самая красивая девушка, можно сказать, в Одессе тогда. Насколько я понял. И вот она встречалась с дядей Игорем. Заком. Постепенно переходим в третий двор. Во втором дворе ничего особо интересного. Я вам покажу еще. Там он жил, по-моему, Сережа звали пацана. Он был сыном дворнички. Мы что-то там периодически дружили. Не так, чтобы сказать, чтобы сильно. А вот третий двор интересен тем, что я вам уже рассказывал про туалет общественный. И вот самое смешное, что туалет-то убрали. И сейчас, может быть, люди, которые живут здесь, в этом помещении, они даже не знают, что там был общественный туалет. Потому что общественный туалет был вот здесь. Он был такой засранный. Вы себе просто не представляете. Там были, захаживали сюда всякие извращенцы. Всякие наркоманы. Ну вот придумать грязнее место было просто невозможно. Сейчас вот люди живут, радуются жизни. Надеюсь, им не пахнет. Вот здесь вот, видите, кусочек этого дома? Это уже дом, который находится на Гаванной. И вот так получилось, что мой одноклассник, он жил как раз в этом доме. На Гаванной. И по сути, кто разбирается в Одессе, вы понимаете, что идти с Гаванной до Екатерининска, это прям нужно, ну, я не знаю, минут 10, как минимум. А здесь это возможно было сделать, я не знаю, за секунд 15. Что мы делали? Мы забирались на забор. По-моему, или здесь, да. Здесь, по-моему. Может, здесь какой-то еще был сырьюшка. Его убрали. Забирались на забор, забирались наверх. Оп. И уже там на крыше были. А с крыши можно было залезть в окно того дома, подъезда. Мы запрыгали в то окно и выходили как раз на Гаванной. Вот такое вот у нас было развлечение. Посмотрите, как красиво это все выглядит в солнечном свете. Сказать, что мне здесь как-то очень нравилось жить, наверное, было бы преувеличением. Потому что жить в коммунальной квартире, где есть соседи, где там потом заехали другие соседи к нам, которые готовили какие-то вонючие блюда. Ну, тоже это был такой неприятный момент. То есть вы живете с соседями. Там была куча тараканов на этой кухне. А еще была такая история в центре Одессы, что вот просто были такие недели летом, что по асфальту бегали сотни тараканов. Вот вы идете по центру города, и они под ногами у вас бегают, большие такие тараканы. И вот когда я иногда приезжал к бабушке на Черемушки, я прям был очень счастливым человеком, потому что там была отдельная квартира. мой дедушка работал в Думе, мы не поцелили, в муниципалитете, извиняюсь. Вот, и ему дали квартиру. Ну, в малолетах, в принципе, а между ними... Ему дали там квартиру, и было очень круто там находиться, потому что это была отдельная квартира на Черемушках, и не то, что здесь. Здесь все время был какой-то компромисс. Ну, блин, выходите в один туалет и ждете друг друга. У вас там разные выключатели. Кто-то включил ваш свет и не выключил. Вы готовите кушать на одной и той же кухне. Представляете, несколько семей. С одной стороны, это прикольно, но этот Дум-2, он рано или поздно надоедает. Вот. Что произошло потом? А потом развалился Советский Союз. И народ как-то стал абсолютно другим. Если до этого все были какие-то более-менее дружные и независливые, то после того, как появились первые деньги, и народ начал их зарабатывать, народ сам очень изменился. Появилась какая-то зависть. Мы уже не собирались на кухне, не играли в менеджер. Вот. Кто-то заработал на первую иную марку и начал, видимо, выдрыгиваться, выпендриваться перед остальными. Те остальные уже не хотели особо общаться с этим первым, кто заработал. Вот. И как-то оно все поменялось. Не скажу, что это плохо. Но оно есть как есть. От этого не уйти. Но тех дней уже не было. Вот. Я помню, появились первые политические какие-то партии. Кто-то начал туда присоединяться. Да. Что случилось с тетей Элой? Знаете, она выпала из окна. Она выпала из окна. Вот в этом доме каким-то образом так совпало, что дядя Игорь Зак уезжал в Нью-Йорк. Тогда многие эмигрировали. И вот в этом подъезде она выпала из третьего этажа, или из четвертого. Мне нравится, все-таки из третьего. Она осталась жива. Но даже не знаю. Ее все перекосило. Она потом не смогла нормально ходить. Были проблемы с позвоночником. Представляете, молодая, красивая девушка, которая вот так вот, у которой такое приключилось. Были разговоры о том, что о том, что она тоже хотела поехать в Нью-Йорк. Ее просто не взяли. Был скандал. Не знаю. Но потом на ней женился наш сосед. Вот. Который жил. Вот здесь вот. Не знаю, что было дальше. Вот. Дядя Игорь Зак, он стал таксистом в Нью-Йорке. Чем теперь он занимается? Я тоже не знаю. Я был тогда крайне мал. Я был дитя. Поэтому как-то даже не обращал на это внимания. А сейчас чего искать этих людей? Что было, то было. вместо дяди Игоря Зака вот здесь вот поселился другой дядя Игорь. Он тоже был какой-то коммерсант. И у него тоже были красивые женщины. Я вас не обманываю. Я не преувеличиваю. Просто вот он хорошо зарабатывал. Жил в коммуне. Ездил на классной японской тачке. Тогда были японские тачки у всех. Там Королла, может, какая-то у него была. Новая. Вот. И да. У них была дочка Юля звали. Очень красивая девочка. У них или у него? Я честно не скажу. Потому что вот его девушка, женщина была такая яркая блондинка с идеальной фигурой. Тоже такой смешной нюанс. Они очень часто занимались сексом. Но вы понимаете, вот здесь вот дверь. Здесь жили мы. Здесь жили они. Тут был коридор. И когда они начинали... А, как это все развивалось? Оно же развивалось не как у обычных людей. Они сначала ругались обязательно. Она бегала за ним по коридору со скалкой. Я не знаю, с чем она бегала. Материла его. А он был маленький такой. Он был ниже ее в два раза. И вот она за ним бегала. Они дрались, матерились. Потом каким-то образом они уходили в свою комнату и где-то вот спустя 10 минут начинали стоны. То есть начинался такой прям серьезный движ. И вот с этим приходилось жить тоже. Жить не тужить. То есть если ты видишь уже... Тетя Таня ее звали. Тетю Таню я ее называл. Которая бежит со скалкой. Все. Это уже значит можно заходить в свою комнату и готовиться. Сейчас пойдут охи-вздохи. Ну вот такое. Потом куда делся дядя Игорь не знаю. Тоже куда-то съехал. Мы тоже потом съехали. А квартиру выкупили. Ну и сделали из нее то, что сделали сейчас. То, что вы уже видели. что здесь осталось из старого? Да ничего кроме потолка. Который тоже закрасили. Ну вот такое вам видео. Оно длинное. Но многие подписчики просят именно такие видео с какими-то воспоминаниями про старую Одессу. Надеюсь вам видео это понравится. Если да, то ставьте лайк. Если вы зашли случайно на мой канал, то подписывайтесь, чтобы оставаться с Одессой в эти нелегкие для нее времена. Всего вам хорошего и до нового двора.